привет давай расскажу тебе об игре мандрагора очень хорошо оформленная игра от издательства эврикус она семейная азартная быстро простая в общем именно то что нужно и так сегодня волшебная черная пятница в холдовских лавках небывалые распродажи нет я не буду читать правила давай вам расскажу совсем двух словах совсем просто чтобы ты сразу сел разложил и начал играть и итак что мы делаем вначале из колоды карт достаем вот такие белые карточки 5 игроков значит 5 таких карточек каждому раздается 1 это у нас белая карта джокер про нее расскажу чуть позже когда мы будем говорить о том как именно мы будем сотворять заклинания располагаем вот эти вот домики по кругу вы видите что три из них темного цвета это ночные лавки маленького человечка вот этого подмастерья нашего он на самом деле на подставке но для того чтобы на видео вы его видели я подставку убрал располагаем на случайную лавку в остальные лавки выкладываем по одной карте так в ночные лавки вы наверно заметили уже что мы кладем закрытую это вот рубашка карт остальные все карты кладем центр так вот есть еще коричневые карточки их выкладываем отдельно видите соответствие с цифркой 1 2 3 4 5 это вот мощность заклинания начинаем с первого игрока эврикус нам предлагает начать с того участника который больше похож на чародея но я думаю что вы найдете способ выбрать самостоятельно что мы можем сделать у нас два всего варианта первый вариант это отправить мальчика с ингредиентами вы помните что у нас всего одна карточка на руке это совсем мало хотя и джокер мы можем его пустить по часовой стрелке до трех лавок да то есть в первую же лавку во вторую или в третью ну давайте пустим в третью лавку например вы помните что в ночной у нас закрытая то есть мы возьмем случайную карту здесь может быть что-то плохое попадется так если мы берем третью лавку мы берем все карты которые лежат напротив этой лавки в руку а в предыдущей лавке где был у нас мальчика мы выкладываем карты это у нас дневная лавка дневная выкладываем в открытую здесь у нас ночная лавка закрытую вторую карточку понимаете даже если на сечем круге участник придет вот на эту лавку возьмет сразу две карты так а здесь мы тоже пробегали значит еще одна открытая карта у нас две карты в руке таким образом мы будем дополнять карты на руке при этом сразу давайте посмотрим на вот эту вот ужасную карту с монстром вот это проклятие чем больше мы таких карт соберем тем хуже потому что тот человек обладающий максимальным количеством этих карт получает вот такой вот жетон это плохо видите написано минус 2 минус 2 победных очка при этом этот жетон можно передавать другому игроку если он наберет больше карт с монстрами карты с монстрами бывают трех видов давайте посмотрим на них вот они вы наверно заметили чем они отличаются так один монстр два монстра и три монстра в уголке эта мощность получается что один такой монстр равен трем таким карточкам но я думаю это очевидно даже это объяснять вам не буду следующий игрок хочет с собой стрелки берет опять же или отправляет мальчика или творит заклинание при этом чтобы какое-то сотворить заклинание нам нужны карты книг вот они вот так вот выглядит давайте на них посмотрим карты книг изображена книга в данном случае видите синяя книга имеет ценность 0 но с помощью нее можно все равно творить заклинание вот эта книга конечно же книгу надо заполнить какими-то знаниями знание вот выглядит вот таким образом я взял специально синие карты потому что чтобы творить синие заклинание нам нужны и синие ингредиенты чем больше мы их положим туда тем более крутое у нас будет заклинание и больше победных очков мы получим и букур более крутой бонус при этом сможем как-то использовать в игре в данном случае если мы сделаем вот такое вот заклинание из трех ингредиентов мы сможем получить коричневую карточку с номером 3 или меньше ну например вот давайте возьмем три вот и перед собой ставим их таким образом в конце игры такое заклинание даст нам угадайте сколько победных очков здесь 0 а здесь 3 надо суммировать 0 плюс 3 3 победных очка это неплохо при этом смотрите на карточке 3 есть внизу бонус они бывают трех видов вот данный бонус видите здесь знак бесконечности он будет работать всю игру бесконечно как только бы его осуществили это заклинание здесь изображен мальчик видите который прыгает по лавкам и плюс 1 я думаю что не составит труда догадаться что теперь мы мальчика можем отправлять не на три лавки а даже на 4 это очень полезно когда мы видим что везде вот эти вот проклятие которые мы не хотим собирать и мы хотим их просто перепрыгнуть данном случае нам можно будет так делать белая карта вот нам пора о ней наконец-то поговорить вы видите что с одной стороны есть циферки как на книге а с другой стороны есть вот такой вот цветочек ее можно использовать и как книгу если у нас нету синей книги мы можем использовать вот эти вот три ингредиента и создать заклинание мощностью 3 или же если у нас есть книга мы можем использовать три заклинания и дополнить ее вот мандрагорой и тогда у нас заклинание станет мощностью 4 мы сможем получить более крутой эффект и получить больше победных очков в конце игры но будьте осторожны потому что мандрагору можно использовать только одну в любом заклинании ну будь то книгой или ингредиентом есть особая черная книга вот она вот такая вот стильная и вы видите что изображено под цифркой все вот ингредиенты и грибок синий и огонек и что там еще у нас моллюс какой-то да фиолетовый для того чтобы сотворить нам заклинание с этой книгой нам нужны все цвета в единственном экземпляре ингредиентов именно да в книгу нельзя вкладывать ингредиент как ингредиент другую книгу и мы тогда получим сразу заклинание мощностью 5 такая карточка всего одна в игре что важно видите здесь есть еще один второй жетон вот такого с римскими цифрками с одной стороны 3 с другой стороны 2 он нам поможет определить когда мы должны закончить игру вот эти вот карты они довольно быстро заканчиваются вы видите что мы сразу положили две карты и конечно здесь много но время пролетит незаметно значит когда здесь карточка заканчивается мы берем этот жетон и стороной 3 отдаем следующему игроку после вас ну если закончились на вашем ходу когда игрок сходит еще раз он перевернет на сторону 2 когда до него дойдет ход еще раз он сбросит этот жетон и сделать свой последний ход и все остальные тоже сделают последний ход игра закончилась будем считать количество очков с помощью вы помните цифрок на наших заклинаниях и так очень важно в этой игре затворить правильные заклинания давайте их рассмотрим быстренько номер 3 мы уже с вами посмотрели бредом таких карт не одна таких карт 3 если вы соберете все три карты получается что ваш подмастерье сможет ходить на сколько 3 плюс 3 6 3 рассмотрели в конце у нас останутся какие-то карты на руке и каждый цвет ну давайте представим что у нас остались вот эти вот карты на руке так монстров мы обязаны сразу вкладывать перед собой мы не имеем права ими играть у нас осталось сколько три цвета разных важно не сколько карт осталось а сколько цветов у вас на руке три цвета значит минус три победных очка к сожалению если же мы набрали больше всего монстров то мы еще получим минус 2 вы помните монстров лучше не собирать три победных очка мы должны будем вычесть но если у нас есть заклинание мощностью 5 смотрите изображено все наши карты на руке превращаются в пыль мы и скидываем просто и не получаем минус очки что нам даст заклинание мощностью 4 их 2 не так как в пятерочке всего одна смотрите изображена рука и в ней выделено только две синие карточки это не значит что вы скидываете синий цвет это значит что вы сможете скинуть любой цвет по вашему усмотрению но всего один если вы сыграете обе карточки сможете скинуть два цвета так очень полезны троечки мы рассмотрели двоечки единички вот здесь у нас бывают варианты давайте посмотрим в двоечках шесть карт из них три вот с таким вот кружочком наверное вы понимаете что это значит мы можем сходить второй раз сразу же это очень удобно так и второе вот смотрите здесь изображена карточка с камешком и домик домик мы помним что это лавки которые располагаются на рабочем столе это значит то что мы сможем взять любую карту с стола с любой лавки можно даже нижнюю карту взять иногда это очень помогает для того чтобы составить мощное заклинание если нам не хватает определенного цвета так и единички их больше всех их аж 12 штук хватит каждому просто здесь несколько вариантов вот смотрите давайте рассмотрим этот вариант видите красная карточка превращается в пыль это значит то что мы сбрасываем всех своих монстров которые лежат перед вами это значит это что если у нас максимум этих монстров мы сразу скинем и этот жетон это очень хорошо так таких карт будет несколько есть такой вариант смотрите есть один черный нарисован карта монстра и другой чародей значит мы можем любую свою карту монстра отдать другому чародею так смотрите здесь изображен камень на карте едва чародея вы берете одну карту другого чародея потом смотрите ее если вам нужна она даете любую другую карту которого мне нужно можете отдать ту карту которого так что взяли вот может быть другой чародей сыграл какой-то мощное заклинание вы как раз сможете ему помешать мы с вами рассмотрели какие заклинания мы сможем построить рассмотрели какие действия есть значит давайте вкратце совсем еще раз пройдемся так можем отправлять мальчика до трех клеток или сотворить заклинание если у нас их достаточно на руке для заклинания нужно книга с цифркой d и с ингредиентами вот как только мы вкладываем ингредиенты книгу и говорим что мы собрали заклинание своем ходу мы не передвигаем мальчика а выбираем бонус который мы получаем как только заканчивается здесь колода следующий игрок получает жетон с номером три римским когда круг доходит снова до него он переворачивает на сторону 2 когда ход доходит еще раз до него он скидывает жетон их делать свой последний ход как и все остальные в кругу последний раунд в конце мы считаем количество очков при этом не забываю вычесть одно победное очко за каждый цвет оставшийся у вас в руке очень быстро очень простая игра примерно 20 минут партия можете посмотреть какая красивая коробка внутри и очень вам советуем нам игра в клубе микландия очень понравилось спасибо что послушали всем пока